Всем привет, ребят! С вами Чудище! На самом деле, я не накрашенная, у меня мало ресниц. Даже суть не в том, что типа, ой, их мало, так натурально, а суть в том, что они у меня поотваливались в ненужных местах и, короче, выглядят не очень красиво. Вчера сняла нарощенные волосы. Жесть, да? Сейчас я надену вот это. Вот так. И сейчас я буду краситься в прямом эфире. Много кто пишет то, что мои уши похожи на уши эльфов. Типа, они у меня остренькие. Может быть, я действительно эльфийка. Бибулик, ты царица горы? Залезла на самый верх. Сегодняшнее видео, опять же, таки максимально спонтанное, но я подумала, почему нет. Влоги, влоги, я обожаю влоги. Короче, ну и еще я обожаю ваши комментарии читать. Реально, я просто, не знаю, может, мне нужно найти какую-то книгу, которую мне будет интересно читать, потому что мне так нравится читать в последнее время. Вы, любовь мою к чтению, пробудили. Читать в комментарии это святое. Я вам вот с таким лицом говорю. Так, я наношу крем. Ничего подписывать не буду, но сейчас покажу, что за крем. Юля, создай влоговый канал. Раз ты так любишь влоги, а зачем мне создавать влоговый канал? Мой канал изначально был влоговым. Просто реально. Я не хочу создавать два канала, я хочу вести один канал, потому что вести один канал сложно. А два канала это, извините, ну нет. Такой вот крем у меня любимый, это Clorance. Я его очень сильно люблю, он у меня сейчас SPF 15. Ах, нанесла это самое. Беру такую хреновину. Подружка моя, Карина, приехала из Лондона, но мы с ней еще не виделись. Не знаю, вообще увидимся мы с ней или нет до отлета моего. Я скоро улетаю, но об этом позже расскажу. Ребят, я сейчас снимаю влог, видео. Ну, пока я крашусь, причесываюсь, покажу как раз там свои волосы безнарочных. Так, задавайте какие-нибудь вопросики, чтобы можно было поотвечать. Это видео я хотела назвать, типа, ну, как я преображаюсь, потому что сейчас вы видите у меня вот такую. Дело даже не в том, что я не накрашена, а просто, ну, что это. А в конце я надеюсь, что вы увидите у меня вообще богиню красоты, просто бомбиту максимальную. А еще хотела прокомментировать. Помните мой предыдущий влог, где я разбираю хлам? У меня там на шкафу стоит красный медведь из розочек такой. И мои комментарии просто все практически кишат сообщениями о том, что этих мишек ставят на могилу где-то, типа, в Японии или в Китае. Я в шоке, ребят, потому что этого мишка мне подарил слава. И я не раз видела девушек в торговом центре тоже гуляющих с такими мишками. В Японии это ставят на кладбище, на могилу детей, а в России это дарят любимым девушкам. Не знаю, ну, типа, мне пишут, что нехорошо это дома хранить, что там кто-то умрет. Но я в такие вещи не верю. Ну, вы сами знаете, что я верю в то, что мне удобно верить. Вот, например, сегодня мне приснился сон, что я покупаю мебель. Ну, конкретно я сидела на кухне и подписывала какой-то договор с какой-то женщиной по поводу того, что нужны новые стулья. На кухне это правда. Стулья у нас там уже старые, точнее, они не старые, но они уже все стерлись там, ну, как бы плохо уже выглядят. Вот, и мне приснилось, что я на кухне сижу и говорю девушке, что вот, ну, стулья хочу новые, вот, покажите, какие у вас стулья есть. И знаете, что в соннике написано? В соннике написано, что покупка мебели это хорошо. Ну, там разные есть трактовки, но я выбрала ту, которая мне больше всего понравилась. Что скоро, типа, у меня будет какое-то прибыльное дело, что-то такое, и я смогу купить тебе мебель. Ну, грубо говоря. Хорошо, ладно, я согласна. А еще вы спросите, когда же будет видео про сны? Блин, я не хочу снимать с такими волосами. Еще так тупо вышло, вы прикиньте, я, короче, приехала вчера снимать нарощенные волосы, я думала, как раз сниму пару дней, похожу без нарощенных. Но это я даже хотела для того, чтобы меньше времени сидеть в салоне, пока мне наращивают волосы. Потому что я приезжаю на коррекцию наращивания волос, мне снимают нарощенные волосы, это где-то час, может, больше. Потом мне моют голову, потом ее сушат, потом надо волосы перекапсулировать. Если немного свободных мастеров, то это делает мой мастер, который мне волосы наращивает. И, значит, мы ждем, пока она их закапсулирует. А я это делать не умею, я даже несколько раз предлагала, может, помочь, типа, ну, покажите как. Она говорит, не, 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 типа, не надо. И получается очень много времени, это занимает, ну, типа, 6 часов, это нормально вообще. И я решила, что почему нет, реально, похожу пару денечков без нарощенных волос, посмотрю вообще, какие они, что с ними делать-то в будущем. Вот, я оставлю свои волосы нарощенные там, и когда приеду, они уже будут перекапсулированы, и можно будет уже садиться на наращивание. Так что вот, и я когда записывалась, я сказала, что мне нужно их вот сегодня снять, ну, и числа, типа, 21-го, 22-го их нарастить заново, потому что я улетаю 23-го туда-сюда. Мне сказали, да-да, хорошо, есть место 21-го, 22-го. Это мне написали днем, а потом вечером, когда я приехала, мне сняли нарощенные волосы, мне такие говорят, типа, уже нет мест, ну, днем еще были, уже нет мест. И я такая думаю, это что? Это что, мне значит столько много ходить без нарощенных волос? Это шок, это шок. Они просто, понимаете, дело в том, что у меня нет никакой стрижки нормальной на голове. Ну, ужасная стрижка, мне вообще не нравится, выглядит очень неопрятно, я такое не люблю. Поэтому я не хочу ходить со своими волосами, пока они не отрастут хотя бы одной длины, чтобы все были. Если вы понимаете, о чем я. Открыла только что вот такую штучку, а конкретно корректор, которым я пользуюсь, он более плотный. У меня кто-то спрашивал, типа, чем ты мазюкаешь потом после того, как, типа, тональник наносишь. У меня, кстати, нет тональника, все, что я, все, чем я пользуюсь, это корректор. Просто один жидкий корректор, а другой вот такой, густой. Этим я точечно замазываю какие-то там штучки. Синяки могу тоже замазать. А что делать с медведем, я вообще без понятия. Типа, блин, выкидывать? Блин, выкидывать медведя, которого мне подарил мой парень? Странно. Просто у нас, ну, типа, в России это продавалось как подарок для любимой, понимаете? А в Японии это ставят детям на могилы. Жесть. Нормально вообще, да? Кстати, для могил хорошо, реально. Потому что это не настоящие розы искусственные, типа, мишка, как для ребенка. Ну, блин, мне от этого не легче. Поэтому я не знаю, что делать с этим медведем. Типа, выкидывать его, я не знаю, блин. Куда его девать? Я Славе сказала, какого чарта ты мне подарила медведя, которого на могилы детям в Японии кладут? Он такой, я не знаю. Это что за бред вообще? Я увидела его, мне понравился. Так что вот, тупая фигня. Недавно у какой-то видеоблогерши я увидела, что она выставляет свои фотографии в 21 Buttons. Я слышала про такое приложение, что туда можно выставлять свои фотки и отмечать одежду, магазины, чтобы людям было удобнее находить ваши вещи, покупать их сразу. Ну, короче, классная такая тема. Я подумала, почему я не веду страницу в этом приложении свою, почему я не выставляю туда свои фотки, свои одежды. И это же так удобно, пипец. Ну, типа, я очень часто сама захожу на каких-то блогеров и вижу у них какие-то классные вещи. Я без понятия, откуда они их взяли, где они их купили. И мне очень интересно, потому что, ну, мы себе помешаны на вещах, на красивых, клевых. Поэтому теперь я тоже есть в этом приложении. Сейчас я вам даже покажу, как оно выглядит, как оно работает. Просто у меня у самой постоянно спрашивают, откуда у меня какая-то вещь. Ну, вы сами знаете, ну, реально, это правда. У меня постоянно спрашивают, откуда у меня сережки, откуда у меня там эта куртка, кофта, джинсы. И на видео я не могу все всегда показывать. Я забываю просто, либо уже становится, как будто, вы знаете, неактуально. И как раз к вопросу о цене моих вещей тоже я не могу помнить, сколько стоило вещь. Тем более, что многие вещи я беру по бартеру, в шоурумах. В этом приложении я выставляю фотки в своих вещах, ставлю сразу же отметку на эту вещь уже в магазине, где я ее брала. И там сразу же видно цену. И мне кажется, это безумно удобное приложение. Помимо того, что вы можете найти какие-то классные вещи от своих, там, любимых блогеров, кто тоже сидит в этом приложении, выставляет фотки, также вы можете просто наблюдать за тем, какие классные луки собирают, потому что помимо блогеров также сидят и другие творческие люди в этом приложении, какие-то стилисты. Также можно искать вещи по категориям, брендам и подписываться на каких-то классных инфлюенсеров. Это приложение полезно не только для каких-то популярных людей, там, стилистов и все такое. Также можно на этом заработать денежки, мои хорошие. Если кто-то выберет и купит товар, который нашли в вашем профиле, вы с этого заработаете. И, конечно же, приложение создано не для того, чтобы там зарабатывать деньги, хотя это тоже можно, но и для того, чтобы просто вдохновляться, находить какие-то классные стили для себя, открывать новые магазины. По-моему, очень классная задумка. В общем, это такая новая социальная сеть, очень удобно. Большой плюс этого приложения, что оно бесплатно, его можно загрузить как и на Apple, так и на Google Play, так что все могут им пользоваться с кайфом. Поэтому, мои хорошие, если вы хотите знать, откуда мои вещи, а вы точно хотите знать, потому что у меня постоянно вы это спрашиваете, откуда эта вещь, откуда та вещь. Так что, мои хорошие, я оставлю ссылочку в описании и на мою страницу в этом приложении. Подпишитесь обязательно и, пожалуйста. Сейчас я вам покажу свой самый любимый пиджак на данный момент. Вы наверняка у меня его уже видели. А, сто тысяч раз видели, если вы смотрели мое видео, где я... Ну, хоу. Хоу. Вот, посмотрите, как со спины он выглядит. Он как бы делает такую талию, плечи большие. Да, выглядит странно. Даня Комков, когда увидел меня вот в этом пиджаке, сказал, что я как будто бы на какие-то разборки иду. Такая вообще батька. Ну, это реально. Выглядит так, но на самом деле он очень классный. Вчера мы со Славой ходили на фильм «Голоса с того света». Такое говно вообще просто. Я думала, сейчас какой-то классный ужастик посмотрим. В итоге просто чувак типа с мертвецами разговаривал. Потом типа его прокляли. Ну, короче, блин, я так долго ждала, когда этот фильм закончится. Я уже просто вся изнемогала. А еще, знаете, что самое тупое? Чаще всего в кино я иду, чтобы пожрать попкорн с начисом. Моим любимым сырным соусом. Так вот, самое ужасное, что мы приходим, и я уже на рекламе съедаю все, что хотел съесть, наедаюсь. И что мне делать дальше? И весь фильм, весь сеанс я просто сижу и не ем. Потому что я уже все поела, че хотела. И меня это так бесит. Но я не могу остановиться и не есть начис. А начис я всегда ем с попкорном и сырным соусом. Не могу не есть, потому что соус подогретый, а мне надо, чтобы скорее он горяченький попал ко мне в ротик. Красим брови. Кстати, 22-го у меня будет коррекция наращивания ресниц. Безумно-безумно этого жду. Я просто обычно всегда, когда только прихожу на ресницы, я сразу же записываюсь, типа, через 2 недели на коррекцию. Но в этот раз я забыла записаться, и мне пришлось записываться, ну, потом, короче. И когда я написала то, что, здравствуйте, ну, когда можно прийти, мне уже сказали, что, ааа, только вот тогда. 22-го для меня это очень поздно, потому что мне уже надо делать коррекцию. Ну, короче, коррекцию делать, когда 50% ресниц точно есть. Но у меня 50%-то есть такое, всё равно я обычно раньше делаю коррекцию, чтобы всё вообще идеально было. Вот. А ещё я буду делать с ламинирования бровей. Этого я тоже безумно жду, потому что как раз прошло 2 месяца, с первого ламинирования бровей. Так что с бровями ничего не будет. Я их маслом ещё мазала для роста. Правда, пока не вижу никакого результата, чтобы там что-то отросло, и туда-сюда. Привет, бабусина, бабусина, мамина. Ой, какая же ты смешная собачка. Вот такой штучкой обычно рисую скулы, но иногда я пользуюсь вот такой палеткой от Дженнифер Лопес с Инглот. Вот этим серым оттенком. Он такую тень создаёт прикольную. Бля! Кстати, сегодня у меня никаких дел нет. Я, типа, никуда не собираюсь. А, вопросики в Инстаграме. Совсем забыла, что я сделала сториз. Типа, задавайте вопросы. Сейчас посмотрим ваши вопросы. Вопрос, на какой фильм сходила бы ещё раз, а на какой не пошла бы, если вернуть время, типа, назад. Нет такого фильма, на который я бы хотела ещё раз сходить. Я вообще не очень сильно люблю два раза ходить в кино в ближайшее время. На один и тот же фильм я так никогда не делаю. Мне неинтересно. Я люблю смотреть что-то разное. Ну, типа, знаете, есть такие люди, которые, там, например, даже лет Карину. Ей безумно понравился фильм «Величайший шоумен». Она на него ходила раза три, мне кажется. Пока он в кино шёл. Я такое не люблю. Ну, мне не нравится два раза ходить на один и тот же фильм. Какой бы крутой он ни был. Я просто знаю, что если я пойду второй раз, я не испытаю такие же эмоции. Поэтому я лучше подожду, когда пройдёт время, чтобы я забыла о чём там, чё было, и тогда пересмотрю его. Вот, поэтому таких фильмов точно нет. Даже те фильмы, которые мне безумно нравятся в кино, всё равно я на них не пойду второй раз, пока они в кино идут. Может, через полгода, через год могу их посмотреть, но, типа, не раньше. А если говорить про фильм, который я посмотрела, и лучше бы, типа, его не смотрела, если бы вернулось в прошлое, то не пошла. Такого тоже нет. Даже те фильмы, которые мне не нравятся, не понравились, вот как вчера мы ходили со Славой в кино, мне не понравилось. Но я несколько раз испугалась, потому что там были резкие моменты, и в принципе... Ну, я не жалею, что мы посмотрели этот фильм, потому что я испытала какие-то эмоции, даже если это были негативные эмоции. Вен, опять куда-то залезать? Зайка, ты куда лезешь? Ладно, делай, что хочешь, моя конфетка. Так что вот такие вот пирожки. И по поводу моей маски, моей хорошей, какого чёрта я сегодня планировала, что я проснусь и увижу маску? Я даже сегодня проснулась, поставила будильник рано-рано. Ну, ладно, не очень рано. Ну, короче, суть не в этом. Я просыпаюсь, беру телефон, смотрю, маски всё ещё нет. Сегодня уже понедельник. Если её завтра не будет, я просто охренею, я уже начну сильно переживать, потому что, блин, я жду, что она сегодня вечером появится, потому что меня это так раздражает и уже напрягает начинать, знаете, как будто бы мне её нифига не одобрят. Как так можно? Она офигенная. Она не нарушает авторские права какие-то там, ничего такого нет. Кстати, о нарушении авторских прав. Некоторые создают такие же маски, которые уже есть. Я не вижу в этом никакого смысла. Хотя моя тоже как бы не какой-то там необычная маска, которых никогда не было. Да, она похожа на какие-то другие маски. Типа вот как мне безумно нравится маска одна Лиза и Лена каких-то двух, то ли сестёр, то ли фиг знает Тони. Мне очень нравится их маска, где ещё такие глазки вылетают при моргании. Но, да, она классная, я её люблю. Но меня бесит, бесит, потому что я не хочу смотреть фотки этих девочек, их истории, не хочу быть на них подписана. Да, конечно же, можно скрыть их посты, истории, но я не хочу. Мне вообще, вот, кстати, к вопросу о том, чьи истории и посты у меня скрыты в Инстаграм из блогеров, ничьи. Все, на кого я подписана, я все их истории и посты смотрю. А Слава пошёл в кивси за курочкой. Блин, я в шоке от того, как сильно я исхудала. У меня такие руки худые вообще. Ну нет, жир-то есть на самом-то деле. Мне кажется, я как после сушки какой-то вообще. У меня раньше такие руки жирные были, а сейчас такие худые. Типа раньше вот здесь, вот это было вот здесь. Вот тут вообще было много жира. Всегда вот этот вот, знаете, так меня раздражало, сейчас его нет. Я в шоке. Кстати, знаете, ещё что хотела сказать? В моей жизни такое встречалось, и среди моих подруг тоже такое бывало, что парень своей девушке говорит, типа, ты жирная, у тебя тут это не так, это не так. И, ну, это очень сильно на самом деле влияет на человека психологически, когда твоя вторая половинка говорит тебе какие-то такие вещи, типа, ты жирная, ха-ха. Это неправильно. Поэтому, если сейчас меня смотрят парни, никогда своим девушкам не говорите то, что они жирные. Даже если они жирные, наоборот, всегда говорите, какая ты красивая, ты просто офигенная. Потому что, когда говоришь комплименты своей девушке, ей хочется быть ещё лучше. Ей хочется ещё больше похудеть, чтобы ещё больше слушать комплименты. Ну, то есть, это вот так работает, а не так, типа, ты жирная, и, значит, типа, девушка такая подумает, ой, он сказал, что я жирная, надо худеть, а ты не похудеешь, потому что в голове у тебя жесть. Поэтому, наверное, одна из причин, почему я худая, потому что мне мой парень никогда в жизни не говорит, что я какая-то страшная, это там жирная, никогда такого не было. Даже, когда мы начали со Славой встречаться, я была, когда мы начали встречаться, я была очень худая, потому что у меня там был нервный сырый, вот это, когда мы на стёклу упали. Но потом я набрала свой вес, я весила 57-56 килограмм, как и всегда раньше весила, и он мне никогда не говорил, что я какая-то там не такая, то, что где-то у меня там в АК или живот, никогда. Он мне всегда только говорит комплименты, то, что я красивая, то, что я худая, ну, типа, он так не говорит, о, такая худая, Ну, хотя нет, говорит. Говорит, блин, какого черта ты такая худая и жрешь, что хочешь? Я говорю, милый, просто ты мне комплименты очень хорошие делаешь, вот и все. Нет, много факторов на самом деле, но самое главное, реально, никогда не говорите своей девушке то, что она жирная или то, что некрасивая. Наоборот, всегда нужно говорить, что красивая, потому что я уже сказала, как это работает. Работает так, что девушка вдохновляется и хочет быть еще лучше. А когда вы ее гнобите или что-то такие вещи говорите, она лучше не будет выглядеть. Она не сможет просто, потому что она будет думать, вот он сказал, что я жирная, значит я жирная, и я никуда не могу от этого деться. Вообще никогда не позволяйте мужчинам себя обижать и говорить, что вы какая-то не такая. Я не то, что там типа феминистка или да, вот это все, типа нет. Я абсолютно спокойно ко всему отношусь, но я считаю, что неправильно. Это просто, знаете, обидно, даже если девушка говорит парню, что он страшный. К девушкам это тоже относится. Девушка никогда не должна обижать своего парня, ну, говорить про него какие-то гадости ему, тем более, потому что для парня это тоже жесть. Иногда мне кажется, что я уже могу, знаете, проводить какие-то семинары по поводу того, как вести себя с парнем, как не вести себя с парнем. Хотя, конечно же, опять-таки, я не какая-то там суперопытная женщина в таких делах. Но просто, знаете, много было у меня моментов в жизни таких показательных, когда я понимала, типа, что вот так вот неправильно. Если я буду делать так, то все будет хуже. Короче, девочки, самое главное, выбирайте правильно мужчин, потому что один, знаете, такой неправильный человек в вашей жизни так все поменяет, что просто, ну, вот просто даже никому не пожелаешь такого. С мужчиной должно быть комфортно, хорошо, весело и классно. Ну, и много всего другого хорошего, но точно не должно быть такого, что вот мне мой парень постоянно говорит, что я жирная. Или, типа, прикалывается постоянно. Но такого не должно быть, девочки. Нужно себя уважать, потому что если вы себя не уважаете, то вас никто не будет уважать. Хотя Слава иногда может мне сказать, о, у тебя прыщ. Но это, типа, нормально, это как бы я и сама знаю, спасибо, я и сама вижу. Есть какие-то вещи, знаете, в пределах разумного, на которые, ну, которые не обидные. А есть какие-то такие вещи, которые очень сильно психологически влияют на человека, поэтому... И потом человек не может не похудеть, ничего не измениться в лучшую сторону. Просто для того, чтобы быть счастливым. И еще важный момент, мои хорошие. Если вы хотите в себе что-то изменить, никогда не делайте это ради мужчины. Никогда. Всегда надо все делать только, ну, ради себя. То есть хотите вы сделать себе губы? Ну, вот примеры такие привожу. Хотите сделать себе губы? Если вы хотите, потому что вам хочется, и вы будете чувствовать себя лучше, например, то тогда ок. А если вы хотите только для того, чтобы ваш парень думал, ай, какие у него губы красивые, так ее теперь люблю, никогда не делайте. Во-первых, это никто не оценит. Такая взрослая женщина за 40 уже разбираюсь. Не во всем конечного. Я всегда, я просто знаю, что есть какие-то мудрые вещи, которые я могу сказать по поводу отношений и как себя вести, потому что я счастлива в своих отношениях. Я сейчас, в принципе, счастлива. Поэтому, ну, типа, вы не думайте, что я вам какую-то пургу несу. То, что я говорю, это действительно работает. Просто самое главное всегда делать только для себя. Не, не то, что, типа, надо быть эгоистом. Нет, но никогда. Вот это не надо. Просто я расскажу. Был один случай, мне девочка как-то пишет в директ. Юль, привет. Я понимаю, это странно, туда-сюда. Но я, типа, ну, вот ты же рассказываешь то, что ты сделала губы и стала лучше себя чувствовать, счастливой. Ну, допустим, вот такие вещи. Ты себе что-то там делала и стала лучше для себя же. Вот я, типа, хочу сделать себе нос, не могла бы ты мне, ну, дать денег на операцию на нос. Я даже не ради себя, я ради парня. Хочу, чтобы он, типа, ко мне то ли вернулся, то ли любил меня. Это вообще ужас. Вот с такими парнями встречаться не надо. Я, конечно, на это вообще ничего не ответила, поэтому, ну, типа, сразу на будущее говорю, можете мне такие вещи даже не писать. Суть в том, что это неправильная позиция. Я считаю, что я вообще не уважаю парней, которые говорят, тебе надо в себе изменить вот это, вот это. Даже не то, что я не уважаю. Вам может это сказать, например, близкий друг. Типа, Юль, мне кажется, если бы ты себе волосы там покрасила в другой цвет, было бы тебе лучше. Или, типа, вот попробуй, сделай себе там ламинирование бровей, тебе так будет прикольно. Это одно. А другое дело, когда ваш парень вам говорит, типа, фу, сделай себе нос, меня так бесит твой большой нос, он такой некрасивый. И вообще, вот просто бегите нахрен от такого парня, потому что нормальный парень, наоборот, будет вам говорить, не делай, пожалуйста, с собой ничего, ты самая лучшая, самая красивая, такая какая ты есть. Я вообще не понимаю парней, которые начинают встречаться с девушкой, которые потом говорят, что ты такая, ты секая, ты некрасивая, ты страшная, тебя воняет или типа того. Ну, к девушкам, конечно, это тоже относится, потому что есть такие девушки, которые вообще пипец. Я, правда, ну, у меня среди моих близких подруг нет таких девушек, которые парня гнобят, но это ужас, это тоже неправильно. Если вы хотите счастья для себя, в своей семье, скажем так, то никогда не нужно так делать. Нужно, наоборот, друг друга уважать и говорить друг другу, что вы самые лучшие. Но для меня самая лучшая мотивация, когда мне говорят, вау, у тебя вот это так классно получается, ты такая красивая, у тебя там вот это классно, ты стала лучше разговаривать, у тебя речь стала лучше. Вот это для меня классная мотивация, когда мне говорят то, что вот даже мама мне говорит, у тебя речь стала намного лучше. Меня это вдохновляет, я это не замечаю за собой, то, что у меня там речь изменилась, стала лучше. Но это прикольно, и мне хочется, например, начать читать что-то, чтобы еще лучше была речь. То есть нужно правильно уметь мотивировать своего близкого человека, если вы хотите с ним счастья, тем более, если это ваш мужчина, и вы хотите, чтобы у него все получилось хорошо, да в том же самом каком-то бизнесе, если вы его мотивируете, говорите, у тебя все получится, вот это вот у тебя все будет круто, то у него все получится, у него все будет круто. Все мы в отношениях, и мужчины, и женщины, играем большую роль. Знаете, про вот феминистские вот эти темы, я от них далека, я просто считаю, что хороший союз мужчин и женщин, например, это когда они оба решают дела, оба, там, скажем, ну, равноправие какое-то, может быть. Но при этом есть какие-то дела, в которых парень должен быть главным, есть какие-то вещи, в которых девушка должна быть главной. То есть, ну, нет такого, что вот один, он главный, все, и ты никто. Или наоборот, там, она главная, а ты никто. Это неправильно. Должно быть уважение в отношениях. О чем мы вообще говорили? Следующий вопрос. Помните, какой я была раньше, в начале этого видео, такая ненакрашенная? Мне после таких видосов обычно в комменты пишут, да, Магия Штарит чудеса. Да, на самом деле, просто, вот на самом деле, брови такие чудеса творят. Я не говорю уж там про то, что прыщи замазать, ну, конечно, это ежу, понятно, кожа сразу нормальная. Когда будешь дарить свои вещи из шкафа, кстати, вопрос про шкаф. Я, честно говоря, такое обычно не делаю, то есть одно дело какие-то там штучки прикольные подарить с вещами, у меня другая история, потому что у меня есть мама, например. А какие-то хорошие вещи я всегда даю маме, у меня еще есть тетя, просто, ну, типа, у меня, знаете, вещи долго не хранятся, можно так сказать, потому что мне всегда нужно быть в новой одежде, хотя есть любимые вещи, которые я там храню по три года, по четыре, у меня там есть джинсы, которые, может, четыре года, но я их так люблю. Разные бывают, но большую часть, наверное, вещей все-таки я меняю с каждым годом, потому что, ну, шоурумы всякие, вы сами знаете, понимаете, хотя места у меня нет дома, поэтому какие-то вещи хорошие я даю родителям, родственникам, там, тетям, но посмотрим, может быть, я сделаю что-то такое, почему нет, у меня много классных вещей, и не все вещи нужны моей маме, и можно что-то прикольное замутить. Ты че, папа пришел? Папа курочку принес? Че, открыть нормально не могу? Я не открывал, ты же сам открывал. Нет, я начинал открывать, потом смотрю, ты начала открывать, я убрал ключ, потом смотрю, ты не открыла. Так нет, я кручу, ничего не двигается. Так надо было сильнее просто крутить. Ура! Быстрее, давай, это курочку мне! Сейчас мы распустим мои волосы, и вы увидите, какой они длинные, какие они беспонтовые. Просто момент истины. Все. Вот такие они. Наверняка найдутся люди, которые будут писать, тебе так намного лучше, такая сразу молодая. Обожаю такое вообще, когда пишут. Да, вот, типа, вот так еще более-менее новым, типа, я такая дерзкая чика, просто с короткими волосами, типа. Но вот так совсем не очень. Короче, для тех, кто думает, что мои волосы не растут, потому что я часто в историях показываю, когда снимаю нарочные волосы, типа, какие они стали, отросли, не отросли. Они растут, ну, нормально они растут, хорошо растут, просто проблема в том, что у меня концы все очень сильно сеченые, и они просто обламываются. А сверху-то у меня отрастают, поэтому, когда я делаю убранные волосы, все говорят, Юль, ты что, волосы покрасила? Потому что у меня здесь уже мои черные, ну, темные. Потому что корни-то отрастают, а концы обламываются. Но все равно они стали длиннее, я это вижу. Просто я без понятия вообще, какие прически делать с такими волосами. Вот я не знаю, кому такое нравится, но наверняка найдутся люди, которые напишут, вау, это офигенно, тебе так хорошо. Но для меня это настолько не офигенно, потому что я без понятия вообще, как ходить с такой прической. И если бы они еще были все одной длины, а тут у меня короткие, вот так. Тут у меня длинные, все, ну, разные длинные, обломленные такие, ну, это вообще не мое. Я такое не люблю, и сейчас мы с вами будем пытаться сделать какую-то мне прическу на голове с помощью плойки. Может быть, легкие какие-то волны, потому что иногда я вижу короткие волосы у девочек, и они клево их закручивают, и выглядит прикольно. Не знаю, не знаю. Был, короче, вопрос, до какой степени должны отрасти мои волосы, чтобы я перестала их наращивать. Вот если все мои волосы, все абсолютно самые короткие будут вот досюда, я могу прекратить наращивать, потому что это хоть, ну, вот такая длина еще более-менее никуда не шло. Но только чтобы они тут уже были все не сеченые, качественные, то есть вот так вот мне точно отрезать надо волосы сеченые. Но их нет смысла отрезать сейчас, потому что они все равно ломаются, и если я сейчас отрежу, то у меня другие волосы начнут обламываться, а я этого не хочу. Так волнительно, так вообще, ну, не представляю, как мне волосы накручивать. Не знаю, что получится, может, вообще фигня какая-то. Вот такие мне нравятся. Но я не планирую так ходить, с прямым пробором не получится. С такими волосями. Это все равно не мое. Конечно, может, получше стало, не знаю. Просто таким образом хотя бы не видно, насколько они сильно все отличаются по длине, только спереди, ну, вы знаете, вообще, да. Короче, с такими волосами только вот так ходить. И то это сильно они накручены, мне надо, чтобы они немножко подспали. Наверняка кто-то напишет, так хорошо, ставь так. А я вот, видите, я кручу голову, я не могу понять, с какой стороны мне нравится, потому что мне не нравится ни с какой стороны. Мне такое совсем не нравится, просто совсем не нравится. Просто думаю, вот как ходить-то с такими волосами. А со спиной интересно как. Ну, так нормально, когда со спины, типа, фоткать, если. А вот что спереди. Напоминаю себе себя же во втором классе, когда у меня были волосы просто ужасно короткие. Знаете, о чем я думаю? Купить хвост и как Ориана Гранда ходить, просто волосы собирать, а сверху цеплять хвост. С длинными, классными, пышными волосами. Короче, напишите в комментариях, что вы думаете вообще, как мне бороться с депрессией. Иногда норм, вот типа, как ты их положишь, так более-менее еще, ну, не совсем жесть, не совсем стрём. Но это так, прям, на секунду, пока ветер не подул. Красотка, да? Ну, по качеству они мне нравятся лучше, конечно. Когда я только начала наращивать, у меня ужасные волосы были, потому что они все были испорчены. А сейчас я чувствую, что много отросло хороших волос, прям такие гладкие, классные. Не путаются ничего. Сейчас мне еще рассказывать об этом в сторис, потому что люди ждут, говорят, ну, когда ты уже покажешь свои волосики? А можно не показывать? Ладно, иногда неплохо, но, блин, просто мне нужно к этому привыкнуть. Что тебе нравится? Мне нравятся твои завитушки. Какие еще завитушки? Скажи нормально. Мне нравится, ну, ты просто свежо выглядишь как-то, по-новому. Да, по-новому? Ну, да. А так тебе нравится? Необычно. Ужас. Ну, скажи, что не мучий. Да нет, сейчас вот эта стрижка тебе добавляет чего-то вот нового, чего-то необычного. Например, я стала стремной. Нет. Мой директ забален тем, как тебе хорошо, такая красивая, такая свежая. Ва-ва, просто восхитительно. Я же вот так не буду ходить, ну, это пипец, ребят, ну, вы что, слепые, правда? Что в этом красивого? Я похожа, я не знаю на кого. И вот с какой прической мне ходить-то, твою мать? Кстати, кто спрашивал, откуда у меня вот такой бантик, покупала в магазине Страдивариус. Страдивариус? Вивочка! Помаши маме хвостиком. Моя фрикаделечка, фрикаделечки мамулины. А-а-а, я, кажется, поняла, чего ты хотела. Классная, да, у меня собачка? Посмотрите на нее смешной носик. И такие смешные губки у собачек. Так и хочется тебя поцеловать в твоей смешные губке. Интересно, когда Вивьяна пойдет на стрижку? Я тебя так люблю, фрикаделина моя. Смотрите, сейчас мы с вами смешную прическу. Я всегда угораю, когда она ее отлеживает. Она похожа на какого-то бородатого дедулю. Баба, она от тобой спьется. У меня сейчас слезы потекут, какая-то смешная. А еще у нее очень милые маленькие зубки. Посмотрите, можно даже перепутать, где игрушки, а где собачка. Ребята, я просто в шоке. Я в диком шоке. Вы представляете, я сижу, монтирую вот этот влог, который я еще не закончила. Я об этом знала, но планировала смонтировать. Потом что-то доснять, типа, прощаться туда-сюда. Вы знаете, что произошло? Рассказываю. Сижу я, значит, монтирую влог, думаю, отвлекусь на секундочку, прям на минуточку, милю-минуточку. Захожу в инстаграм. И у меня, короче, там открыта переписка с моим подписчиком, парень. И он мне такой пишет. Так, поздравляю с маской. Что? Маска вышла моя? Ну и вот, и тут я взрываюсь и записываю вот такую историю. Боже, девочки и мальчики, это наконец-то свершилось. Моему счастью просто нет предела. Моя маска вышла наконец-то. Скорее всего, начинайте ей пользоваться. Пишите ваше мнение. Отмечайте меня. Я сейчас заплачу. Вася, просто, наконец-то. Так что я просто в шоке. Я такая счастливая, правда. Так что, ребят, теперь моя маска доступна. Вы все можете ей пользоваться. Также на нее ссылку я оставлю в описании. И это так круто, Вася. Иго, хватит бегать. Мама, отвлекаешь. Мама, шок. В честь такого праздника я даже открыла чипсы и начала их жевать вот так вот за судьбу. Вау, вот это праздник. Если честно, я просто переживала то, что ее так долго не согласовывают. Так долго она на одобрении находится. И переживала, честно говоря. Но теперь, когда она вышла, Вася. Все можете ей пользоваться. Она очень классная. Вот, и я в своем инстаграме сказала, чтобы вы записывали истории с моей маской. Отмечали меня. И самые красивые я буду репостить к себе. Это правда, это не вранью. Вот, поэтому записывайте красивые истории. Я буду к себе выставлять. Вот, ну и, конечно, я прекрасно понимаю, что не всем маска подойдет, не всем она понравится. И это абсолютно нормально. Но кому она нравится, кому она подходит, кто от нее кайфует, я очень счастлива. И надеюсь, что будете с кайфом ей пользоваться. Ну, если кто-то ее обосрет, я не обижусь, потому что, ну... Я правда не знаю, как можно такую прелесть обосрать. Но если вдруг кому-то она, типа, не нравится, то я это принимаю у вас. Правда, это нормально, ничего такого. У меня как бы тоже вот есть маски, которые мне очень нравятся, есть те, которые вообще не нравятся. Обязательно хотя бы протестите, посмотрите, может быть, это маска вашей мечты. Ну, я могу так сказать. Мои мечты точно. Ну, именно поэтому она моя, да? Она создавалась так, как я хотела, так, как я ее видела. Я думаю, что это не последняя маска, поэтому я очень рада и на этой прекрасной ноте я хочу закончить это видео, потому что мне такая радость вообще. Но прежде покажу вам, что я тут сделала. Я тут маленькую перестановку замутила. Начнем с того, что я убрала игрушки сверху. Все. Я их запихала в чемодан большой, которым мы не пользуемся. И мне так нравится вообще. Так лучше стало. Я в шоке. Зачем вообще я там эти игрушки держала разноцветные? Они меня так напрягали. Вот так. Ну, там, правда, осталось кое-что, но оно уже не так глаз мой мозолит. Ну, тут все так, как и было. Подушки. Оттуда убрала медведя. Отсюда тоже убрала подушки, которые стояли. Тут единственное, что вот только вот эти лежат, потому что там у нас вообще фон лежит очень длинный. Он типа 3 метра. Вот. Но так не видно. Норм. Сюда поставила вот этот рисунок. Хочу вообще его в дальнейшем сюда повесить, закрыть дырку. Он прям как раз идеально встает. А еще больше я хочу поменять обои. Но хочется скорее уже что-то сделать, чтобы закрыть дырку. Ну, а здесь сильно ничего не поменялось. Единственное, что я поставила туда фламинго, который розовым цветом горит. Мне нравится. Очень атмосферно. Там у меня чипсы, липтон. Вот так выглядит сейчас мой стол. Внизу тут постелила Вивьене. Там у меня обычно стоит под столом ее домик, но она в нем что-то не лежит, поэтому я решила постелить вот здесь, потому что она чаще лежит на полу в последнее время. Так что вот так. Такая небольшая перестановочка, которая порадовала мой глаз. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забывайте оставлять комментарии по поводу моих волос. Ну, типа, что вы считаете, что думаете по поводу тем, которые я обсуждала в начале видео, какое у вас мнение. Мне будет очень интересно почитать, потому что... А еще не забывайте подписываться на мой профиль, в приложении, про которое я вам сегодня рассказывала, где можно смотреть шмотки, вот это все тоже. Кто там есть, подпишитесь. Кого нет, зарегистрируйтесь. Очень удобное приложение, так что ссылку в описании вы найдете. Ну и, короче, все. Я буду кушать чипсы и радоваться. А, ну, влог монтировать, потом радоваться. И, может быть, даже сегодня поиграю в PlayStation. Уже дней пять, наверное, у меня такое желание, но постоянно нет на это времени. Так что вот, всех люблю, целую, обнимаю. И всем пока.